В Калужском сельском поселении многодетные родители, получившие бесплатные земельные участки, собрались, чтобы привлечь внимание к проблеме отсутствия инфраструктуры. Многие из них – жители краевого центра. Не дождавшись своей очереди там, решили согласиться на участок в близлежащем северском районе. Муниципалитет сегодня лидирует в крае по количеству предоставленных земельных участков многодетным семьям. Непосредственно в станице Калужской выделили самый большой массив для этих целей – порядка 240 участков. Есть и земля под будущее строительство детского сада. Сейчас эта территория представляет собой, как вы видите, это просто земельный массив с зарослями кустарников. Но это новая территория, новые земельные участки, которые и были предоставлены для того, чтобы начать это освоение. Чтобы вы понимали, станица Калужска у нас насчитывает всего 2000 человек. Предоставив здесь 200 участков, умножить на 3-4, получится еще 1000. Мы удвоим количество жителей в Калужске. И хотелось бы, чтобы эти жители стали именно жителями, а не дачниками. Но здесь, конечно, воля ваша. Люди, уже стремящиеся начать строительство домов в живописном районе, беспокоятся об отсутствии коммуникации – воды, света и газа. К нескольким новообразованным улицам пока нет даже подъездных путей. Виталий Веденеев объяснил, что строительство дорог целиком и полностью лежит на плечах местной администрации. А поскольку бюджет калужского поселения чрезвычайно мал, потратить сразу львиную его долю на дороги нового микрорайона у главы сельской администрации просто нет возможности. В прошлом году грейдер сформировал дороги на двух улицах. Предварительно выкорчевывали и вывозили деревья и поросль. Летом работы продолжатся. Что касается остальных коммуникаций, то на воду и канализацию положены краевые деньги. Однако требуется определенное время для их получения и освоения. Мы прошли отбор на получение денежных средств на проектирование. Значит, либо летом этим будет сессия ЗСК, либо осенью эти денежные средства, скорее всего, нам доведутся. Процедура какая? Сначала мы получаем деньги на пир, проектируемся, получаем проект, смертную стоимость строительства. Опять сдаем, опять ждем. Мы получаем денежные средства из края, строим. Вода у вас появится при лучших раскладах, вот эта сеть, через два с половиной года. Электричество и газ обеспечивают крупные частные компании, в которые жители должны будут самостоятельно впоследствии подать заявки по факту строительства жилья. Однако освоение нового, ранее незаселенного массива в одной из самых перспективных и живописных станиц Северского района, конечно, дело только времени. Граждане могут кооперироваться и в своих интересах действуют, и хотят сделать быстро. Но они могут это сделать. Если они будут ожидать, пока мы это сделаем, ну, нужно подождать. Дорога!